МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает программа Де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Украли урну с пожертвованиями и попали в объектив камер видеонаблюдения. В Гомеле в суд направлено уголовное дело о хищении средств на лечение больного ребенка. Кража произошла в марте прошлого года. Правоохранителям удалось найти злоумышленников и привлечь их к ответственности. Ими оказались вполне законопослушные, ранее не судимые двое гомельчан. В урне с пожертвованиями, которую они вынесли из продуктового магазина, находилось более 200 рублей. После задержания грабители раскаялись с содеянным и возместили ущерб. Никто, конечно же, не предполагал, что могут найтись такие охотники, так скажем, за легкое наживо именно к этому имуществу. Почти 7 тысяч рублей сумма ущерба от незаконной охоты в Мозырьском районе. Следователи возбудили уголовное дело за нелегальную добычу лося в окрестностях деревни Надатки. Животное подстрелил охотник, не имевший разрешения и путевки. У браконьера изъяли гладкоствольное ружье и патроны. В настоящее время в охотничьих угодьях Гомельской области открыта охота на пушную дичь и на дикого кабана и на оленя благородного. На стройплощадке одного из новых микрорайонов Речицы перевернулся автокран. Об инциденте сообщили в группе «Светлогорский автоканал». По словам очевидцев, у машины провалилась опорная лапа. Версии причины две – либо работник неправильно рассчитал массу груза, либо опрокидыванию поспособствовал мягкий глиняный грунт. В Калинковичах сотрудники МЧС оказывали помощь ребенку. Мальчик, играя с металлическим подстаканником для лампадки, засунул в одно из отверстий большой палец и не смог его вытащить. Палец стал опухать, и родители вызвали на помощь МЧС. Хотелось бы напомнить родителям, чтобы они обращали внимание на все предметы, с которыми сегодня играют здесь. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok